Здравствуйте! С вами снова я, Андрей, и я рад вас приветствовать в третьем уроке базового курса по основам разработки приложений под Android. И тема нашего сегодняшнего урока – элементы экрана и разметка макета. Сегодня мы познакомимся с иерархией Vue, Vue Group. С элементами Vue мы немного знакомы с прошлого урока, когда мы изучали обработку событий. С Vue Group вы также встречались. Это конкретная группа элементов Vue, то есть то, с помощью чего элементы будут располагаться каким-то произвольным образом между собой, то есть layout. Помните, когда в прошлом уроке создавали новый layout, новый файл XML, то там по умолчанию создавался liner layout. Мы сегодня с вами с этими layout'ами познакомимся. Какие они есть? Как мы можем располагать наши элементы на экране? К примеру, также мы научимся писать приложения для разных ориентаций экрана и рассмотрим, как писать приложения для любых экранов. Могут то быть смартфоны, планшеты, либо старые смартфоны. У них обычно экран поменьше, чтобы отступы, либо размер текста выглядели у всех одинаково, вне зависимости от размера экрана. Хорошо, давайте начинать. Вначале мы познакомимся, что такое Vue Vue Group, то есть это конкретный интерфейс пользователя. То есть Vue Group является определенным контейнером для Vue. Это и есть наш layout. Вот Vue Group видно. Он может в себе содержать несколько элементов Vue, а также другие элементы Vue Group. Он содержится именно в самом Vue Group определенном. Также Vue Group может содержать в себе несколько элементов Vue. Это как вспомнить структуру HTML документов, к примеру. Вот, у нас самый главный корневой тег HTML. Открывающий там и закрывающий. Также в нем теги там head. Также открывающий и закрывающий. Head. Head в себе хранит такие теги, как title, к примеру. Он открывающий и закрывающий. В нем мы пишем конкретный текст. То есть это текстовый тег. Также там есть какие-то мета теги. Не важно. А после head уже идет тег body. Открывающий там и закрывающий. А внутри body могут быть контейнеры, к примеру, div. Открывающий и закрывающий. Также можно там таблицы писать, параграфы и так дальше. То есть, смотрите. Есть тег HTML. Вот. Он открывающий и закрывающий. Соответственно, это тоже у нас определенный layout. Relative layout, liner layout, grid layout мы не учили. То есть там тоже будет открывающий и закрывающий. И внутри него будут содержаться элементы. К примеру, view button. Там button он сразу закрывающий, так как он в себе кроме текста ничего не содержит. Дальше. Что мы еще проходили из view. Text view, к примеру. Также сразу закрываем. И может быть еще один layout. Видите? View group. И в этом лайнере layout также могут находиться view элементы. К примеру, edit text. Это текстовое поле. Смотрите. Есть основной у них корневой тег. Liner layout. В нем хранится button. То есть кнопка. Под кнопкой как раз идет text view. А дальше этот layout. Видите? Внутри этого layout хранится еще один layout. Давайте для разнообразия. Потому что нелогично один edit text брать в новый контейнер. Давайте сюда добавим еще один view компонент. К примеру, checkbox. Мы с вами еще рассмотрим все элементы, которые они рассматривали. Так давайте припустим, что в этом лайнер layout элементы располагаются последовательно. Вот кнопка. К примеру, button. После кнопки будет текст. К примеру, hello world. Так вот. А дальше после него идет layout. Что это за layout? В нем edit text и checkbox. Давайте представим так. Что вот будет у нас edit text. Будет такой курсор, где мы сможем печатать. Так как это текстовое поле. И checkbox. Галочка, к примеру. Так вот. Видите? Здесь элементы располагаются между собой последовательно. Вот в этом лайнер layout. Соответственно, все элементы последовательно. Обратите внимание. Вот button. Текст. И этот же layout. Вот. Только внутренний layout в себе содержит элементы, которые будут располагаться тоже последовательно. Видите? Edit text. И checkbox. Только они будут идти друг за другом в одной строке. А здесь, в этом layout. Каждый элемент располагается один за другим. Так вот. ViewGroup. Это группа наших элементов. А View. Это конкретный элемент. Также, кроме лайнер layout, есть и другие элементы. Relative layout. Grid layout. Мы еще их рассмотрим на сегодняшнем уроке. Давайте сейчас посмотрим иерархию элементов View и ViewGroup. Иерархия View. Здесь у них есть общий родитель View. Помните, мы, когда вешали случатель на кнопку, к примеру, public void click, то мы всегда параметр передавали View. Так вот, помните, когда мы этот метод на нескольких кнопок вешали, мы там проверяли в каждой кнопке ID, к примеру, через switch. Потому что у нас было много кнопок, и фом перебирать неудобно. А потом дальше сравнивали там ID. Case R. ID. Такой-то там, к примеру. И, соответственно, выполняли какие-то действия. Так вот, от View наследуется любой View. К примеру, ViewGroup наследуется от View. Что вполне логично. Мы также его получали по ID. Наш лайнер layout. В прошлом уроке, когда меняли цвет. Только ViewGroup его возможности расширяет. TextView наследуется от View. Вполне логично. Также тут есть аналог Log, ProgressBar, ImageView нам тоже знакомы. Так как мы в прошлом уроке рассматривали работу с изображением. Так вот, не видим здесь button. А вот button как раз наследуется от TextView. Так как внутри button есть свой текст. Также от TextView наследуется EditText и CheckedTextView, то есть проверяемый текст. Дальше, от ImageView. Такая же кнопка, только вместо текста она содержит картинку. По умолчанию это будет обычная button. И QuickContactBatch для работы с контактами. Также есть SurfaceView, там уже для работы с видео. То есть View этих элементов на самом деле очень много. Всех мы их рассматривать не будем, так как очень много времени понадобится, чтобы их всех в идеале рассмотреть. Вы с ними сами можете разобраться. Мы только будем рассматривать более сложные моменты. Вот как раз как FrameLayout, LinerLayout, RelativeLayout. Все, что наследуется от ViewGroup. Потому что с помощью их мы будем располагать наши элементы на экране. Также от Button наследуется CompoundButton. Это один абстрактный класс, от которого наследуется CheckBox и RadioButton. Также есть RadioGroup, где мы будем хранить наши RadioButton. CalendarView, TimePicker, DatePicker, как вы уже догадываетесь, для работы с временем. С датой, календарь. Здесь вот наследуется от LinerLayout, TableLayout. То есть с таблицами мы можем располагать наши элементы. Давайте сейчас для начала посмотрим, какие есть элементы View. Вот, TextView мы уже знаем. Он предназначен для отображения текста. Текст мы там редактировать не можем, только установить программу. Кнопка, это и так понятно, элемент для обработки в основном. Он наследуется от TextView, так как текст располагается на этой кнопке. Также он базовый для таких классов. CheckBox, ToggleButton и RadioButton. CheckBox мы знаем. Галочку поставить, либо убрать. RadioButton, это несколько кнопок. Мы можем выбрать только один вариант из них. То есть CheckBox мы можем выбрать несколько. И ToggleButton, тоже кнопка, которая имеет два состояния. То есть активно или неактивно. On и Off. Это как обычный переключатель, к примеру, в лампочке. Единичка и нолик. Включить лампочку и выключить, к примеру. Вот эта кнопка очень сильно его напоминает. Так, CheckBox. Мы уже знаем, что флажок, с помощью которого мы можем галочку поставить. А вот RadioButton, это переключатель каких-то кнопок, где мы можем выбрать один из вариантов. То есть несколько RadioButton находятся в одном контейнере RadioGroup. Также мы в RadioGroup не только храним RadioButton, можем хранить разные элементы. Логично использовать, к примеру, TextView с RadioButton для того, чтобы указать, что мы выбрали, к примеру. Также есть Spinner. С ним мы также будем знакомиться, когда списки будем подробнее изучать. Это выпадающий список, то есть также имеет свой адаптер. Но этот список, он не в открытом состоянии, как мы смотрели на прошлом уроке, когда создавали списки машин. Тут такой список, и мы могли его пролистывать и смотреть, что там дальше. Здесь мы просто... Этот список в закрытом состоянии, мы можем видеть в нем только один пункт. И этот пункт мы можем выбрать отсюда. То есть нажать сюда, тут сразу высветится такой список, и он закроется лишь тогда, когда мы выберем какой-то элемент, либо не выберем. К примеру, нажмем где-то мимо. Так, идем дальше. Progress bar. Элемент, который будет показывать пользователю выполнение какого-то определенного процесса, чтобы показать, не зависла ли его программа, к примеру, а просто выполняется загрузка файлов. Дальше. Sig bar. Это определенный слайдер, который мы можем передвигать пальцем по экрану. К примеру, настраивать яркость и так дальше. То есть он расширяет прогресс бар. Quick contact batch. Элемент служит для отображения изображений контактов, а также при нажатии на который открывается определенный контакт, который вы выбрали, к примеру. Где вы можете вызвать по телефону, либо отправить смс, к примеру, и так дальше. Рейтинг bar. Он показывает значение рейтинга в виде звездочек. То есть звездочек можно установить самостоятельно. Является расширение abstract sig bar. Также мы звездочки можем установить с помощью Java кода, либо в XML виде использовать свойства numstarch. Switch это переключатель. Мы уже знаем Switch из базовой конструкции Java. То есть он пришел на замену toggle button. Так как toggle button это устаревший элемент, который показывает состояние. А Switch уже работает. Для Android 4.0. Дальше. EditText. Это когда пользователь вводит текст, мы уже с ним работали. Он наследуется от TextView. ListView это прокручивающий список. Он более сложен в применении по сравнению с другими элементами, так как требуется адаптер для его заполнения. А адаптер нам придется создавать самому, как уже мы делали в прошлом уроке. WebView. Элемент, с помощью которого мы можем посмотреть страницу веб-браузера, либо создать клон определенного браузера. ImageView. Элемент для отображения в основном картинок, либо графики, когда мы отображаем в прошлом уроке. ImageButton это просто кнопка с изображением, где вместо текста будет просто располагаться картинка. По умолчанию он похож на кнопку обычную. VideoView, как уже догадываемся по названию, элемент, где мы будем добавлять видеоролики определенные, соответственно, в форматах 3GP и MP4. TimePicker это элемент, с помощью которого пользователь может выбирать время, то есть часы, минуты. Также этот виджет используют в отдельном экране. DatePicker он аналогичен с TimePicker, только тут мы в основном выбираем дату. Соответственно, число, месяц и год. Аналогично с TimePicker используют в отдельном экране. Что вам надо знать про DatePicker, что здесь месяцы начинаются с нуля. То есть январь нулевой месяц, февраль первый и так дальше. CalendarView. Это специальная View, которая выводит на экран календарь. Он для старых устройств недоступен, только для Android 3.0 и выше. Хорошо, мы посмотрели, какие есть элементы View. Давайте сейчас рассмотрим, какие есть лаяуты. LinerLayout. Он выравнивает элементы View, которые внутри него хранятся, в одном направлении. К примеру, либо последовательно они находятся. Давайте будем считать, что это элементы View. И так дальше. Либо последовательно, с новой строки, либо друг за другом. Это LinerLayout. У него атрибут ориентации обязательный. То есть, либо горизонтально, либо вертикально. RelativeLayout. Он выравнивает элементы относительно каких-то других элементов. К примеру, он может выровнять View1, к примеру, и View2. Давайте он будет меньше у нас View2. И, соответственно, View2 низко относительно View1. Либо у нас есть родитель, к примеру, также LinerLayout. И наш элемент находится вот здесь. Соответственно, он находится справа от родителя. Также RelativeLayout удобен, так как с помощью него мы можем располагать элементы как угодно. С помощью нашего редактора Vintelligy.de. К примеру, этот будет относительно родителя слева, только у него тут будет определенный отступ, сколько там DP, например, 70. Dependencies pixels. Дальше этот элемент будет располагаться по центру относительно родителя, либо не родителя, к примеру, а либо View3. Давайте он будет View3, а этот View2. Вот. А тут будет View1. Вот. И он будет над View3, к примеру. Above. View3. То есть, выше, чем View3. Дальше. Самый простой из видов разметки Frame Layout. Он обычно пустой, только на него подгружают элементы. По умолчанию это может быть пустое пространство, которое мы сможем сразу закрыть и подгружать туда определенные фрагменты, либо элементы View. О фрагментах мы еще поговорим. Либо содержать в себе дочерние элементы, но если там этих дочерних элементов будет несколько, вот, у него будут, к примеру, Button и TextView, то, соответственно, TextView будет накладываться на этот Button, что не очень удобно. Поэтому Frame Layout очень часто используют для смены картинки, к примеру, что там другую картинку делаем невидимой, а текущую картинку видимой, чтобы одна картинка на другую не накладывалась. Давайте рассмотрим еще, какие есть виды лояута. Есть Table Layout, то есть это как сам TagTable в HTML располагает элементы в виде таблицы. То есть есть Table Layout, а в нем будут TableRoll, и TableRoll это все равно, что Тер в HTML, то есть определенная строка. А там внутри будут элементы, с помощью которых мы будем указывать, в каком столбце они будут находиться. Grid Layout это тот же TableLayout, можно и так сказать, только он более удобный в использовании, так как он не содержит в себе дополнительных тегов, к примеру, TableRoll. Мы там просто с помощью атрибутов указываем строку и столбец, к примеру. Также он появился в Android 4.0. Хорошо, доступ ViewElement из Java кода происходит очень просто. Мы уже обращались к ViewElement по ID, к примеру, в Activity есть метод FindView по ID, и там мы передаем определенный ID. ID мы задаем в самом атрибуте XML кода и обязательно приводим к определенному элементу, так как оно нам возвращает View. Также мы можем наши элементы, к примеру, создать программно. К примеру, вот здесь мы создаем новый TextView и передаем сюда контекст. Что это такое, вот это вот здесь контекст, это конкретное Activity, так как метод onCreate находится в самой Activity. Соответственно, мы также будем с этим знакомиться, зачем он нужен, тоже будем рассматривать, и туда мы передаем определенный текст, там, размер шрифта, к примеру, указывая, сколько там определенных пикселей, дальше, задаем ему расположение по центру, к примеру, также мы создаем ImageView и подгружаем определенную картинку. Новый Layout создаем и тут будут элементы располагаться вертикально и теперь мы задаем ему обязательные параметры, Layout Params мы также задавали и картинки, вот, где размер это ImageView будет зависеть от размера картинки. Тут также в зависимости от содержимого просто FillParent более устаревшая версия, чем MatchParent, то есть на всю ширину будет ширина и на всю ширину будет высота. Также все содержимое будет храниться по центру и тут мы добавляем сюда View с помощью метода AtView вот Label TextView и Pick TextView и с помощью метода SetContentView мы уже не Layout используем, а программа подгружаем элементы. То есть видите Layout Params для Liner Layout обязательно указывать об этом еще мы посмотрим через несколько минут, когда будем с ним знакомиться. Вот если в TextView мы не указали Layout Params, значит там по умолчанию будет там по умолчанию будет в RapContent высота Image Parent ширина по содержимому высота а ширина будет на всю не так как в картинке мы указали а Layout получается высота будет на всю Fill Parent это на старых версиях Android использовали и ширина также будет на всю давайте посмотрим как программно создавать нашу размер перешли в Android Studio вот у нас самый первый пример динамическая подгрузка для него мы xml файл создавать не будем только создали класс Dynamic Layout Activity то есть он наследуется от Activity CompatActivity это также наследник от Activity только в нем есть расширенные возможности для работы с Activity и там мы создаем TextView и указываем туда контекст вот установили текст из наших ресурсов установили размер текста также текст будет располагаться по центру и горизонтали и также у нас есть картинка где мы подгрузили нашу иконку вот и также мы указали SetAdjustViewBounds то есть где эта картинка может масштабироваться от определенного экрана и установили максимальную высоту и максимальную ширину к примеру также мы создаем новый лайнер layout где эти элементы будут располагаться вертикально и добавили сюда параметры видите fill parent подчеркивает ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и следите за последними новостями подписывайтесь подписывайтесь на наш Продолжение следует...